В Чувашии проживают 128 национальностей. Все они придерживаются разных традиций, принадлежат к разным конфессиям. Мусульмане всего мира в эти дни празднуют Навруз. Разнообразные татарские сладости, яркие узбекские костюмы, необычные азербайджанские танцы. В праздничном калейдоскопе смешались культуры всех народностей. Этот Навруз Чебоксара запомнит надолго. С каждым разом празднование весеннего Нового года, как называют Навруз восточные народы, становится все масштабнее. Мы этот праздник сегодня отмечаем столь масштабно, что он дорос благодаря тем, прежде всего, руководителям национально-культурных объединений, которые у нас в Чувашской республике сегодня работают, уже до масштабов Чувашского государственного театра оперы и балета. Вместе с тем мы помним, как это все начиналось. Мы начинали в Чувашской национальной библиотеке. Потом мы проводили праздник в нашем Чувашском государственном институте культуры и искусств. И сегодня, как уже сказал, это театр оперы и балета. И всегда этот праздник вызывал очень большой интерес. Активными участниками праздника стали студенты Педагогического университета. Одни предлагали гостям продегустировать восточные сладости, другие демонстрировали национальные костюмы. Тут вот чувствуется такая тепловка, атмосфера, как будто попали в частичку нашей Родины. Вот тут праздник Наурус, очень дружелюбно. Нам тут очень нравится. Поздравить земляков с мусульманским Новым годом приехала и представитель Всероссийского азербайджанского конгресса. В эти праздники все оживает. То есть и природа, и люди очищаются. И это все дает возможность прощать какие-то обиды и так далее, и так далее. Начинается новая жизнь. То есть в переводе в образ означает новый день. И вот поэтому этот праздник очень приятен и радостен для каждого жителя, поскольку это считается Новым годом, весенним Новым годом. Между тем, ежегодно Наурус отмечают не только в столице Чувашии. Во многих селах и деревнях республики в этот день стол ломится от обилия национальных блюд. Восточные народы считают, чем больше разнообразных блюд и сладостей будет на праздничном столе, тем благополучнее и урожайнее будет грядущий год. В последующие 13 праздничных дней также принято ходить друг к другу в гости и устраивать народные гуляния.